Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О книжной полке» в студии ведущая Полина Митрофанова. Наша человеческая сущность имеет постоянную потребность в телесном пропитании, и большинство из нас не жалеют времени и средств, чтобы удовлетворить запросы своего тела. Проводя большую часть дня в заботах об этом, человек даже не задумывается, что такую же потребность в пропитании имеет и наша душа. А ведь в течение дня душе просто необходимо духовное подкрепление. Это и молитва, и чтение Священного Писания, и другие душеполезные чтения. Когда человек телесно голодает, он начинает болеть. И происходит этот процесс, видимо, как для самого человека, так и для его близких. Но болезнь от духовного голодания более опасна, потому как протекает незаметно. И человек даже порой не понимает, что же с ним происходит. Для профилактики этого заболевания была написана книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Называется она «Пища для души. Семейное чтение на каждый день года». Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве. Ведь, как говорит святитель Феофан Затворник, без чтения душно и душа голодает. И потому настоящая книга, по словам издателей, предназначена для ежедневного назидательного чтения православного христианина. И является своеобразной пищей для души. И подобно тому, как мы питаем свое тело, используя ежедневно разнообразную еду, состоящую из нескольких блюд, так и для души в этой книге предлагается на каждый день различные яства, будь то проповедь или духовный рассказ, толкование евангельских чтений, духовная поэзия на тексты священного писания или святоотеческие наставления. Издатели книги, видя то, как в современной мирской суете трудно регулярно читать объемные творения святых отцов и учителей церкви, соединили крупицы этого духовного наследия на страницах данного издания. Все мы с вами знаем, что самое главное чтение в жизни христианина – это чтение Евангелия. И как писал об этом благочестивом делании Николай Авграфович Пестов, «Истина благая и радостная есть пища души, без нее душа умирает. Душе нужны мысли бодрящие, согревающие, возвышающие и окрыляющие ее. Благо тем, кто умеет постоянно питать себя ими, с ними легко жить, с ними легко преодолевать все искушения, прирожения тоски, уныния, лености и нерадения. Душа может питаться молитвой от окружающих ее людей, в которых живет Святой Дух. Но такие люди редки, гораздо доступнее для всех другой источник истины – Священное Писание». По словам Пестова, как в драгоценном сосуде, истина более всего собрана в Священных Писаниях Нового Завета и особенно в Святом Евангелии. И кто хочет освящения своей души, очищения сердца и просвещения ума, тот должен прильнуть жадными устами к этому сосуду, чтобы постоянно питать себя истиной. И хотя в книге «Пища для души» нет текстов самого Священного Писания, но здесь собраны толкования святых отцов на евангельские чтения каждого дня, в основном святителя Феофана Затворника. А потому есть возможность, прочитав евангельское зачало того или иного дня, обратиться к духовным наставлениям святых проповедников. Взять для примера сей день, 3 января. В этот день Святая Церковь чтит память мученицы Иулиании, и с нею 500 мужей и 130 жен в Некомидии пострадавших, святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца, благоверной княгине Иулиании Вяземской, блаженного Прокопия, Христа ради юродивого Вятского и других святых. А для духовного наставления в этот день издатели предлагают толкование, взятое из троицких листков на 5 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Когда Господь давал эту заповедь, всей вселенной владели язычники неверные. Долго и жестоко они потом гнали, мучили, убивали христиан. Христиане страдали и терпели, за зло платили добром, молились за врагов и победили. Так сбылось на кротких божественное Слово Христово. Сбывается оно и теперь. Кроткого человека и Бог любит, и добрые люди. Случись, какая беда, ему скорее окажут помощь, чем человеку гордому и сварливому. Сам Бог говорит, на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Значит, кроткий человек находится под особым Божьим попечением. Христос обещает им в наследие землю. Он ли не в силах исполнить свое обещание? Но если бы по неисповедимым судьбам его ты и лишился чего-нибудь, и тогда не унывай. Не об этой только тленной земле, говорит Господь. Он обещает кротким и ту землю живых, на которой праведники будут жить вовек. Ту новую землю, где вечно живут и не умирают. Вот где находится истинное, неотъемлемое наследие кротких в вечном царстве Отца Небесного. Там и ты, кроткий христианин, найдешь сторицию больше того, что здесь потеряешь. В житиях святых Божьих можно прочитать много трогательных примеров их кротости и незлобия. Каждый из них готов был сказать своему обидчику, как святитель Тихон сказал ударившему его по щеке вольнодумцу, «Прости меня, Бога ради, что я ввел тебя в такое иступление». А на другой странице мы читаем наставление женам-христианкам, в пример которым дается житие святой Анастасии у зарешительницы, память которой совершается завтра. Автор этого наставления пишет, «Некоторым из вас, жены-христианки, Бог послал испытания в том, что вы имеете худых мужей. У иной пьяница, у другой неверный муж, у третьей расточить ременье, у четвертой, да и не перечтешь, сколько худых мужей. Что же делать вам, жены, плакать, отчаиваться, просить у Бога смерти мужьям? Нет, заметим вам, не плакать, не просить смерти мужьям не нужно, а нужно поступать так, как учил поступать одной из подобных вам жен, святой мученик Хрисагон. Кого же и как учил он? Святую великомученицу Анастасию у зарешительницу». Как говорится в житии святой, она имела весьма худого мужа. Он каждый день озлоблял ее, мучил, расточал ее имение. Выведенной с терпением им, она просила письмом воспитателя своего Хрисагона научить ее, что ей нужно делать и как избавиться от мужа. Хрисагон отвечал ей, «К тебе, живущий среди бурей в суете мира, скоро придет ходящий по водам Христос, и одним повелением слова своего, бурю вокруг тебя волнующуюся, вскоре утишит. Будь терпелива, как пловец, находящийся среди моря. Ожидай Христа, который к тебе имеет прийти. Знай, что Он через скорби ведет нас к радости. Знай это и не смущайся тем, что и благочестно живущие переносят бедствие. Знай и то, что Бог не забыл тебя, а только испытывает твое терпение. На помощь людскую не надейся и не ищи ее, а надейся на Бога и от Него жди утешения». Так сказал духовный наставник святой Анастасии, и этому учит нас ее житие. А вот еще одно чтение, поучительная притча, которую предлагают нам составители книги. Она называется «Труд для Иисуса». Маленький мальчик однажды сказал своим родителям, «Желал бы я, чтобы Спаситель еще жил на земле, и я стал бы ему помогать». «Чем же ты мог бы помочь Иисусу, ты такой маленький?» с улыбкой заметила мать. Мальчик на минуту задумался, а потом живостью сказал, «Я стал бы бегать у него на посылках, исполнять разные его приказания». Как отмечает автор притчи, это желание малютки исполнимо только для взрослых и в настоящее время помогать нуждающимся и слабым, больным и узникам. Это то дело, на которое мы посланы самим Господом. Самым важным чтением для верующего человека является чтение Священного Писания, которое помогает нам узнать Бога и жить по заповедям Его. Но кроме этого, пути богопознания включают в себя и размышления о судьбах Церкви Христовой на земле, о подвигах угодников Божьих, о предметах веры, о законах и правилах жизни христианской, духовные беседы, отводящие душу от пороков и утверждающие ее на пути добра. Собранные в книге «Пища для души», толкование евангельских чтений, проповеди и духовные рассказы, поэзия и святоотеческие наставления весьма полезны и, несомненно, насыщают душу. Ведь читатель каждый день открывает что-то новое для себя из духовной сокровищницы православной Церкви. Но все же не будем забывать, что главный источник нашей жизни – это Христос. И об этом говорит нам Евангелие, а ему вторят многие духовные сочинения и стихотворения. «Наш Искупитель жив, и в нем имеем мы хлеб жизни вечной, где ж пищу мы в душе найдем, как не в живущем бесконечно». Дорогие друзья, этими словами наша передача сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. Я прощаюсь с вами. И дохранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok